Перед просмотром этого видео обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. Обязательно оставьте комментарий, напишите из какого вы города и поставьте палец вверх. Приятного просмотра! Дома, там дальше трещины и это будет везде. Я так понимаю, это на капитальный ремонт отложили? Наверное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Создайте вопросы, жители. Николай, Николай, давайте повторим. Еще раз повторяю, выпустите меня. Почему? Почему? Почему я упаси? Вы ищете выход, знаете, как это, загнанная лошадь? Что вы прячете? Навалились дружно, привет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ну, давай, давай, толкайся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, давай, подожди. Почему вы так нагреете? Вы людей не за людей считаете! Люди, обратите внимание, это директор управляющей компании, которая собирает деньги, не осуществляет за эти деньги никакого ремонта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, да, у нас был подъезд, подъезд какой-то, там, там, там. Там, по-сам, просто. Ну, штукатурный слой, посмотрите, как вы сделаете. Ну, там вот как раз подъезд, видно, 15 подъезд. Да, да, вот, огромное. Оно и течет, крыша протекает, видимо, и туда заливает. Там, где сули все. Да, динамик. Да, да, да. Так, значит, определяемся. Не текут трубы пока, показать нечего, да? Хорошо, да, трубы пока не текут, но... В каком состоянии просто они, да? Просто там капитальный ремонт, понятно, да. Потому что там винтик, как с войны времен стоит. Его просто крутить вообще нельзя. Если он сейчас крутит, он, наверное, палец в руках останется. А зимой холодно. А зимой вообще холодно. А вы можете обязать предписание, значит, управленческой компании, поставить вопрос перед жильцами о проведении собрания по капитальному ремонту? Да, это хорошо. Управленческая компания организовала, они же правильно это сделают? А вы обращались в управляющую компанию? Именно есть там люди, которые работают с жильцами и помогают организовать... Чтобы все, соответственно, законным договорились. Нет, они присылали мне как письмо, что типа вам поможем. Нет, туда нужно идти. Ну, давайте начнем с того, что вначале вы обратитесь в управляющую организацию. Вам помог... Кому обратиться нужно, Николаевна? Чтобы ускорить это все, весь процесс. Переносы капитального ремонта. На каком основании? Это фонд капитального ремонта. Нет, у вас есть люди. Прежде чем обратиться в фонд, нужно подготовить бумаги. У вас же есть люди, которые помогают жильцам. А, это в отдел по работе с населением. Вы обращаетесь, они... Ну, расскажите людям, куда я могу... Да, Мария, я на проверке. Подойди к Гале, пожалуйста, с этим вопросом. А потом оформлено до сентября. Давай, Галя, позвони тогда ей. Предписание есть, мы не имеем права на один и тот же вид работы выдавать повторное предписание. Поэтому, как бы, наверное... До сентября они должны сделать. Я думаю, должны. Кто-то, есть какой-то инициатор на вашем доме? Подходите в отдел по работе с населением. Вам разъяснят, дадут документы. Скажут, куда заполнить и куда подойти. Фонд капитального ремонта. Просто, чтобы ввели, так скажем, то есть сопровождали юридически грамотно, чтобы все было оформлено соответствующим образом. Но они помогут. В свою очередь порекомендует в письменном виде управляющих компаний оказывать содействие жильцам в организации подготовки всех документов для проведения потребностей. Но параллельно еще будут, значит, сейчас ждем от прокуратуры ответ, почему, на каком основании был перенесен капитальный ремонт, когда он был запланирован с 20 на 25, это были ответы 14 и 16 года, а потом резко с 25 по 44 сделали. Ну, это, как бы, вообще на каком основании было непонятно. А еще не делали, да, запросы? Прокуратура была написана. Да, и сейчас ждут ответа ответа еще. Я же самаюсь с вашей легендой, смотрите. Что у вас там? Слежак. 15-е, 06-е. Сроки. 23-й, 25-й. Ремонт крыши, ремонт подвали. А уже... Вот, прислали нам ответ. Вот написали. Хотя он должен, а вот бумаги, что он должен в 20-м году быть. То есть, все-таки, у нас, получается, это был 20-й, на 3 года перенесли. Но это... Просто туда сюда почему-то переносится. Сколько у нас? 4 года, получается, будут мучиться. Было 25-й, уже на 23-й. Да. Ну, вот этот вопрос мы все время озвучиваем на протяжении всей проведки. Ну, уже перенесли более практики. Ну, все равно 3 года, это очень серьезно. Ну, 3 года, да. Ну, уже хоть какой-то результат есть. Еще осталось добить до 20-го года. Чтобы все-таки 20-й год. Ну, давайте вернемся. Проверки, которые проходили. Значит, что со своей стороны? Я опишу техническое состояние дома. Все, что я увидела. В состоянии труб, осадок, ровный, оголовок. Может быть, это тоже пригодится вам. При обращении фонд капитального ремонта. Ну, естественно, для того, чтобы вы до конца довели все работы, которые вы запланировали, управляющей компанией будет выдана предписание. И, конечно, она будет на контроле. И придет инспектор потом проверит все это. Спасибо вам большое за реакцию и за понимание. А, Леш, можно вам еще раз позвонить, спросить? Ну, смотрите, мы тут уже заканчиваем. Ну, позвоните, конечно, заканчиваем. Мы укажем в уведомление. В уведомление там есть, да. Там нет. Нет, сколько? Все, большое вам еще раз спасибо. Мы еще пройдем фасад. Надеюсь, теперь по хорошему поводу будем встречаться, когда все будет готово. И, в общем, вы скажете, что управлять компанией молодцы. Ну, и, в общем, и жилищная инспекция, само собой разумеется, тоже молодцы. Ну, и, в общем, что мы скажем, во-первых, жителям нужно однозначно организоваться. Организоваться каким образом? Они по-одиночке все воюют, все воюют с правильщей компанией. Нужно делать таким образом. Организоваться и назначить председателя. Выбрать председателя, проводить собрания. То есть, постоянно участвовать в жизни дома. Вот тогда, на самом деле, будет от этого толк. Будет все законно, все будет хорошо. Посмотрим. Жилищная инспекция, конечно, очень порадовала, как они на все это посмотрели. И сказали, будут держать вопросы на контроле. Значит, ну, и хотим отметить представителей управляющей компании. Да, сначала был небольшой конфликт, как скажем. Ну, понятно, это такая стрессовая ситуация для людей, особенно когда с камерой. Ну, в целом, молодцы. Ребята, понятно, с них взятки главки, в плане того, что ответственность на них на всех лежит. Они будут по шапке получать. Тем не менее, никуда ты от этого не двинешься. Что поделать? Давайте посмотрим, где отвалилось. А, давайте. Ну, так, показать. Да, да, да. Сейчас я вам покажу. Ну, а вот этот, где кусок отваливается, от этого, большой он стал. Он как раз на мой балкон. Падает. Вот он балкон у меня. Вон он отваливается, который кусок. Вон он. Я имя накланяю, который кусок, вот это, говорить, немножко тукатур. Вот как раз он и тут на мой балкон. Ну, как, я вот ее просто сейчас нет. Ей сказали, она мне сгонит, обрадовалась. Мне с понедельника начинают делать. Какую-то, типа, наняли компанию. Вот. И должны с понедельника делать. И я каждый день хожу, это уже длится третью неделю. Это я уточнила. Может быть, здесь у нас, на этих, как их, как они, альпинисты, на альпинисты, на альпинистах, может, мы отдали. Я просто не знаю, мне эту информацию никто не сказал. Потому что Татьяна Геннадьевна, она мне всегда информирует. Потому что я ее вот эту везде поднял. Она заявление написала, ей сказали. Она написала, да, ей сказали, что придут люди, какую-то организацию наняли, что с понедельника начнут. Я говорю, еще раз повторюсь, это третью неделю уже идет, и никто ничего не делает. Все, хорошо. Даже ничего вообще не делали. Нет, ну, вам фасад тоже нужно добиваться. Здесь вот этот тополь, тот же. Вот, 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 вот. Ну, вот, как-то не заметили. Вот это, мы больше- Состояние, да, соколь тоже. Отмостка, ну, короче, много дел надо делать, чтобы ремонт уже. Желаю вам, чтобы все-таки вы начали работу вначале с управлением компании, а потом с фонкой. Ну, если управляющий нам поможет, вспомнил. Потому что сколько ходили в управляющие, никаких толком облетов не было. Да не ответ. Нужно представить человеку, который занимается этим вопросом, и сказать, помогите нам составить бумаги для подачи в фонд САПРИМОН. Так, ну все, наверное, да? Все, удачи в компании, да. Еще одна проверка у нас. Все, удачи вам. Сергей, а тебе дали вообще телефон на контактный, куда обращаться? А имя человека тоже дали, указали? Нет, ну мы подойдем в управляющую, или Тая подойдет. Имя человека сказали, по-моему, да? Марина Владимировна. Так, запиши Марину Владимировну к этому телефону. Скажите, пожалуйста, вы можете проинструктировать, что вот жильцы за дом придут, что как-то, знаете, по-свойски? Я предупрежу, что вы подойдете. Чтобы как бы, ну, всячески поспособствовали, помогли. А так, подходите прямо на стойку к секретарию, вас и проводят, все скажут, подведут. Меня уже, честно сказать, меня уже раз там проводили. Я хотел такой там погром устроить в вашей компании. Когда я пришел с женой, одно заявление написала жена. Тишина, неделю, два, три, полгода уже прошло. Пришли опять туда, и со мной там очень грубо относились. А нас просто наплевали. Просто люди на взводе уже, вы сами видите. А представьте, они все придут, и вот понятно, что это будет неправомерно. Но кто от этого, кому хорошо будет? Просто это уже у людей просто накипело. Я понимаю, просто когда заливают постоянно, ненормально ни жить, ничего. Ни настроения там. Я уж молчу про все комфорты. Ты же самая, но никакого комфорта. Да никакого вообще. Да, все, я с вами прощаюсь. Ага, все, удачи вам. Все, спасибо вам. В следующий раз у нас будет более позитивная форма. Да, очень. До свидания. До свидания. Все, всего доброго. До свидания. Счастливо. Удачи, пожалуйста. Сергей, скажи, пожалуйста, что происходило после того, как вышел сюжет на телеканале РЕН-ТВ, на нашем канале, значит, что было у вас? Были какие-то предприниматели, если ты управляешь компанией? Конечно, были. И когда? Сразу прибежала инспекция проверять и сказала, ну, вы устроили этот сюжет на РЕН-ТВ. Да? Да. Говорит, зачем? Говорю, а я им сказал, что толку нет никакого от вас, иначе никаких движений не будет. Ну, проверили весь дом, вроде пообещали во всем продвижении, но посмотрим, что дальше будет. Ну, вот до проверки, как жилищная инспекция пришла, вообще действия управляющих компанией какие-то сочетались по ремонту? Да, лавки поставили, которые бессмысленные. Ну, мы их на самом деле все бы увидите. И то они специально поставили, чтобы инспекция проверила, что типа что-то они сделали. А как там течь была, так и дальше будет течь. Ну, течь, понятно. Но, тем не менее, их задача какая? Жителей вообще не волнует, на самом деле, что они будут делать и как. А самое главное, чтобы нигде ничего не протекало. И до капитального ремонта они должны содержать на особом контроле это жилье. Я правильно понимаю? Значит, мы обязательно покажем кадры после того, как вышел сюжет наш на канале. Сергей поднимался на крышу, так как люди, соседи позвонили, сказали, проводят какие-то ремонтные работы, управляешь компанией. Действительно, там были лавки. Ну, понятно, что это, как говорится, мертвым припарком. Но, тем не менее, с испугу, не знаю, как это еще назвать, они осуществляли какую-то свою непосредственную деятельность. Хоть как-то, но, тем не менее. Конечно, это привело к каким-то, так или иначе, к каким-то результатам. Но результат должен быть один. Нигде не течет, и все безопасно. То есть, чтобы люди не жили с грибами, урожай не собирали, и не дышали плесенью. Верно? Да. Значит, что мы хотим сказать? Во-первых, не забудьте подписаться на наш канал. На бывшего гаишника. Да, на бывшего гаишника, как мне сказали, я поржал, конечно. Уважаемый, улюбший институт ДПС. Какие только сплетни люди не собирают. Так это еще директор управляющей компании. Вы, наверное, обратили внимание в том сюжете. Ну, да ладно. Значит, от бывшего гаишника вам рекомендую подписаться на наш канал. Значит, поставить палец вверх, обязательно. Даже если вам сюжет не понравился, можете вот так вот сделать. Вот, но обязательно продолжают реакцию. И напишите комментарий, с какого вы города и сталкивались ли вы с такими проблемами. Если сталкивались, то как вы их решали? И что можете порекомендовать жителям этого дома? Ну, как бы все. Продолжение следует. И мы идем к вам. Дорогие друзья, ювелирный дом Сердолик за соблюдение правил дорожного движения. И поддерживает наше направление выявления пьяных водителей за рулем. Если вы планируете в ближайшее время совершать покупки ювелирных изделий, то вы можете их совершить в любом удобном магазине для вас. Весь список магазинов вы найдете в описании к этому видео. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. Обязательно оставьте комментарий, напишите, из какого вы города. И поставьте палец вверх. Кулак народа бьет по тем, кто нарушает закон. Дорожный контроль, домоклов меч, нож колокольный звук. Время ответить за должностное преступление. Ты думал, что в тебя спасет звание или положение? Будь ты министр МВД или офицер ГАИ. Если живешь не по закону, то Ютуб смотри. Раскроем лица под масками, шапками и касками. И отпишем все подробности, правды красками. Мы рядом и не расслабляй свою пятую точку. Возможно, это мы сегодня спасли твою дочку. От пьяного водила с кошельком безмерным. С тонированным стеклом и переградом непомерным. Не с той стороне, у нас есть номер горячей линии. Дорожный контроль, на страшах города громкий мы ведем. Воронеж будет чистой, это наша...